Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил, добро пожаловать на канал. Продолжаем. Продолжаем. Курзеркингс 2, квантовый скачок. Мы все еще в ломбарде. Наш граф май все еще жив, как ни странно. И у нас есть очередная, на этот раз дочка, карлик, которую нужно учить. Соответственно, давайте ей кого-нибудь найдем. Отожмем сразу таймер, где-нибудь на третью скорость, потому что сколько можно. Ну, давайте пусть корпеть за книжками, раз уж такое дело, вот найдем епископа и сбагрим ее туда. Так, дальше. У нас тут были какие-то девочки, которым нужно искать... Я вот что-то не помню. Ну-ка, у нас тут есть отмеченные интересные персонажи? Нету. Хм. Так, нет, не они. Вот это, что ли? Вот, точно. Значит, у нас была внучка, которую нужно было найти. У нее хорошее очень образование, ей нужно найти кого-то подходящего. Вот. Она как развела сейчас амбицию о том, что она хочет... Так. И у нашего сына бастарда умерла жена. Ну, мы найдем ему интересную какую-нибудь супругу. И эту тоже мы отметим как интересного. Вот. И с... Будем искать ей тоже кого-нибудь. Так. Сербия, франкская культура. Что-то все тут. Ничего интересного. Вот. Герцог Тоскада. Мне кажется, это нормальный был бы расклад. Он, конечно... О! А тем временем срабатывает наш заговор. А почему мы хотим ее убить? А, потому что она не родила ни одного сына. Точно. Классический план. Отлично. Все сработает. Надеюсь, что наш наследник не узнает об этом. А если узнать, может быть, ему будет все равно. Так. Не получилось. Она не выпила вино, которое мы отравили. Вот. Но никто их хотя бы не узнал. Ну и то хорошо. Так. Где там наши интересные персонажи? Так. Теперь мы ее решили взорвать. Бубух. Так. Наш сынок Бастард. Сынок? Сынок. Принцесса Западной Франки. Но это все эти все слишком старые какие-то. И про нас узнали. И мы можем посадить в темницу нашего же собственного заговорщика. Ну, довольно глупо было бы это делать, наверное. Мы не станем... Мы не станем его сажать в темницу. Вот. Но теперь нам нужно найти новую супругу еще и нашему наследнику. Так. Погодите. Давайте по очереди. Давайте по очереди. Ему нужна женщина, у которой будет достаточно высокая дипломатия. И у которой будет еще и так. Вот. Мне вот это очень нравится. Но она уже старовата. 36, это уже достаточно большой возраст. Ну, для деторождения, естественно. Поэтому у нас это не очень устраивает. Но вот... сообразительная, но тоже, да, уже... не в самом подходящем для нас возрасте. Не в самом подходящем. Давайте отсортируем по возрасту тогда. Нет, это был явно не самый правильный вариант. Жалко, что нельзя так отсеять, конечно. Ему-то уже 39, надо тоже поспешить. Это помрет еще вперед нас. Всякое может быть. Это мы сделаем на паузе, чтобы... не дай бы их ничего не случилось. Так. Что-то как-то тут не густо. Вот это меня, в принципе, всем устраивает, кроме того, что она не соображает ничего. А так там все, что нужно. Так. Всякие жадные. Это все не особенно интересно. Так. Так, лесбиянки нас не интересуют. Ну вот, это, наверное, девушка нам подойдет. Давайте ей предложим. Согласен. Это замечательно. Все. Взяли ее в жены. И теперь продолжаем искать следующих. Значит, для нашего другого сына нужно найти супругу. Для этого не так важно. У него уже, во-первых, и сын есть, а во-вторых, он вообще по старту. Так что... Для нас это не сильно важно. Ну вот, найдем кого-нибудь, кого не очень... Нам не нужно, чтобы у него были... У него была высокая интрига. Ну вот, навык управления какой-нибудь. Или там обучение. Вот это вполне можно. Да, давайте найдем. Ну вот, вот это вот можно. Хотя не она амбициозная. Но все равно ее возьмем. Ничего страшного. А у нее уже есть дети. Нет, туда не надо. Таких нам не нужно. Так, у этой есть дети. У этой тоже есть дети. У этой есть дети. У этой есть дети. Да у всех кругом есть дети. О, у этой нет детей. Во, вот это нас устраивает. С некоторыми претензиями. Достаточно хорошая династия. Все это. Это нас устраивает. Так, брак. Так, и вот. Вот, все замечательно. Так. Девочка, которая нас терпеть не может. Почему? Потому что она нас терпеть не может. Она... Мы убили ее мать, наверное, да? В этом, скорее всего. Предполагаю, что дело в этом. Ну, точно. Сильно эта семилетняя девочка желает нашей смерти. И ее сестра тоже. Ничего, ничего хорошего. А тем не менее, наш наследник... Ему вообще пофигу. Он только знает, что мы известный убийца. А эти девочки, они как к нам относятся? Им пофигу тоже. А потому что они еще от прошлой. У них разная матери. Вот. Ну. Что поделать? Что поделать? Ничего страшного. Переживут. Вот. То есть этим наплевать. Трем старшим. А две младших нас теперь терпеть не могут. Ну, что поделаешь. Так. Ну, значит, мы ее будем обучать. Естественно, не сами. Мы ее сбагрим куда-нибудь. Вот. И ни в коем случае не будем ей давать... Какое-то образование с интригой. Будем... Сбагрим ее куда-нибудь. Вот. Епископу этому сбагрим. Вот и все. Так. Сажать его в темницу мы, естественно, не будем. Хотя могли бы, но... Он наш... Заговор... Старом все знают, что нам, как бы, скрывать, да? Но ничего страшного. Ну, грохнули, грохнули. Так. С тобой мы разобрались. С тобой мы еще осталось разобраться, да? С этим тоже разобрались. Вот с этой осталось. Давайте отожмем паузу. Найдем... Кого-нибудь. Герцог Тосканы... Да почему бы и нет? Правда же? Согласны все. Так, он уже что, нашел себе супругу? Нет, не нашел. Предлагаю тебе брак. Так, а почему тебя самого нельзя выбрать? Что за беспредел? Выбирай свою внучку. Почему я не могу выбрать тебя? Что за... Что за безобразие? Осталось только найти, где она тут. Вот так. Что-то непонятное. Он пропал с листа. Видимо, он уже ждет предложение от кого-то. Ладно, будем искать следующего персонажа, раз с этим не удалось. Да нет же, вот он, Герцог Тосканы, опять здесь на месте. А через этот интерфейс он согласен. Ну, в общем, вот так вот мы сделаем. Все, всех пристроил. Все, замечательно. Всех пристроили. Тем временем мы обучаем нашу внука и узнаем о том, что он, в общем, никогда не показывает своего какого-то неудовольствия. Ну, и молодец. Все правильно делает. Слабые претензии на Аверн. Вряд ли мы будем это использовать. Так, уехала. Ну, вот, замечательно. Так, слабые претензии. Посадить в темницу. Все, это нас не интересует. Но, по крайней мере, наш заговор удался. Давайте посмотрим, кого мы еще можем грохнуть. Пора вернуться к нашей старой цели. На этот раз тут намного больше желающих, наверное, найдется. Нет, что-то все равно нету. Так. Мне нужно удовольствоваться тем, что у меня есть ни у кого нет таких привилегий, как у меня. И мы больше не завистливы. Начинаем избавляться постепенно от грехов своих на старости лет. Но, мне кажется, это нам не сильно поможет-то уже. Кого мы еще можем убить? А тебя нам зачем убивать? Совершенно непонятно. Ну, ладно. Так, ну и что такое? До меня дошли слухи, что нашу жену пытаются убить. Да мне все равно. Ну, пытаются и пытаются. Ну, и что такого? Мало ли кто там что пытается. Ну, убьют. Ну, больше, одной, меньше. А что такого? Люди умирают, а он постоянно. Нитянскому удовольствию, сколько? 66. Что-то у нас тут нет долгожителей кругом вообще. Давайте найдем самого старого персонажа, пока мы этим занимаемся. Искать всех, всех полов, любой религии, все. То есть, и найдем самого старого персонажа на карте. Самому старшему персонажу на карте. Живет он в Индии, судя по всему. И ему 86 лет. И тем временем мы умерли как раз. Эх. Эх. Да будет так. У нас новый наследник. Да, теперь все, конечно, династия в очень странных руках находится. Но... Так. Ну, а это уже у нас не касается. Все. Сохраняем здесь. Квантовый скачок. Перезаписать. И в следующей серии уже прокрутим нового персонажа. Посмотрим, посмотрим, кто же будет новым героем нашей саги. Так сказать. Спасибо, что смотрели. Продолжение следует. Пока.